Звук сирены в Ростове То разборчивость голоса 250 метров длины А если она звучит в виде сирены, то 500 метров Значит, оттуда происходит запуск Сигнал вот к этой антенне, которая штыревая, видите? Она ловит Здесь стоит сейчас блок, которым можно с вами посмотреть управление И от него уже идет сюда или оповещение голосом, или звук А сколько примерно точек в Ростове есть таких? В Ростове около 166 точек Чтобы охватывать сезону города для оповещения А до 2017-го, получается, сирены не звенели? До 2017-го стояли сирены, просто обычные сирены, большие, мощные Которые включались вручную То есть оповещались заранее работники гражданской обороны Которые в данное время, в нужное время подходили и нажимали кнопку Сейчас это централизованная система управления, которая запускается из управления гражданской обороны А какие должны быть дальнейшие действия у населения Ростова, допустим? У населения, конечно, все должны собраться в определенных пунктах сбора Где они будут уже распределены штабами гражданской обороны Это может быть наводнение, затопление, ну и это может быть какие-то военные действия Входимся в серверной, где находится шкаф, в котором находится оборудование Управляющее запуском всех вот этих систем оповещения, которые находятся у нас в городе Ростове В данном случае вы на экране видите сирены, расположенные прямо по карте города Красные, это у нас в данный момент, который находится на техническом обслуживании Там происходит замена старых сирен на вот эти новые системы оповещения с громкоговорителями Но все остальные, это рабочие сирены и красные зоны вокруг них Это зоны покрытия звуковым сигналом Что конкретно транслируют по телевидению и радио во время сирены? Ну при проведении тренировки там просто проходит информация о том, что будет проводиться тренировка такого-то числа в такое-то время С включением электросирен соответственно, да И на момент проведения тренировки, то есть уже после звучания сирен по телевизионным каналам и по радиостанциям Проходит информация, что в городе Ростове проводится именно проверка, тренировка системы оповещения населения Ну то есть соответственно доводится информация, что необходимо включить опять-таки либо телевизор, либо радиоприемник Если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, есть заготовленные тексты Ну на случай допустим химического заражения, радиационного заражения или какого-либо другого Ну какой-либо другой техногенной, допустим, катастрофы или природного характера На телевидении каждая минута платная, кто платит за эти моменты? Если опять, я говорю, происходит реальная чрезвычайная ситуация по федеральному закону о связи Все расходы ложатся на телерадиокомпании В случае, если вы услышали звук электросирены, что означает сигнал внимания всем Вам необходимо в ближайшее время включить любой радиоприемник в FM диапазоне или же включить телевизионные каналы Внимание! Гранты! Производятся технические проекты системы ополещения Просьба соблюдать спокойствие и порядок Теперь мы узнаем у жителей Ростова, знают ли они, как себя вести во время сигнала тревоги Ну, случилась какая-то экстренная ситуация и нужно оповестить население об этом А вы знаете о том, что это транслируется по телевидению? Нет Нет И по радио? Да, сегодня в новостях говорили на России, по-моему, что в 11.20 это было... В 11.20? В 11.20, да Да Что? По радио надо послушать и по телевизору, по танцам? Нет, не знаю А хоть раз вообще слышали их по Ростову или сообщения какие-то об этом? Нет, не слышали Нет, нет Нет? А вы знаете, что вообще обозначает он? Ну, так, что может быть учение, может быть реальная тревога А слышали, что по телевидению и по радио потом транслируется что-то? Нет Да? Да И что конкретно? Ну, обычно конкретно действия, которые нужно предпринять, но точно не знаю, потому что ни разу не видел Да, слышала А вы знаете, что он обозначает? Нет, не знаю А слышали, что по телевидению и по радио там были какие-то сообщения? Нет, ничего такого не слышала Радио включать? Да А слышали хоть раз какие-то объявления по телевидению или по радио? Да Ну, слышал вообще, да Это вот когда сирена звучит на весь город Да Слышал, да? Ну, там радио включать что-то Нет, не слышал А знаете, что нужно в таких случаях делать? Честно, не очень, нет А по телевидению или по радио слышали объявления о тренировках? Нет, не слышал Спасибо Сегодня мы выяснили, почему звучит сигнал тревоги и что делать в таких ситуациях С вами были корреспондент 161.ru Зайцева Ангелина и Данила Сухоруков